Обменялись нелюбезностями президент Франции Эммануэль Макрон во время своего центрально-европейского турне раскритиковал власти Польши. В Варшаве сразу же отреагировали, обвинив французского президента в некомпетентности. Из-за чего повздорили, расскажет Елена Абрамович. Польский народ заслуживает лучшего, чем нынешнее правительство. Такую ремарку позволил себе Эммануэль Макрон во время выступления в Болгарии. Вспомнил о Варшаве не просто так. Главная цель центрально-европейского турне французского президента – перетянуть на свою сторону как можно больше союзников в вопросе изменения трудовой директивы ЕС. Реформы, которые хочет заблокировать Польша. Польша не должна быть страной, которая указывает ЕС. Европа – это регион, созданный на основе демократических ценностей и гражданских свобод, с которыми Польша сегодня находится в конфликте. Макрон хочет избавить Францию и ЕС от так называемого социального демпинга. Когда рабочие места на Западе занимают граждане восточноевропейских стран. Они соглашаются работать за копейки, а налоги платят своему государству. Наибольшее количество гастарбайтеров ЕС именно из Польши. Варшава на пути самоизоляции, заявил Макрон. И получил весьма критический ответ. Я стою здесь, в окружении министров иностранных дел Турции и Румынии. Некоторое время назад попрощался с генеральным секретарем НАТО, Йенсом Столтенбергом. Что означает? Польша не изолирована. Мы сегодня проводим важные встречи, так что президент Макрон невнимательно следит за новостями и не знает, что происходит в этой части Европы. Впрочем, французский президент давно пристально следит за Варшавой. Еще во время своей предвыборной кампании грозился наказать Польшу за нарушение основополагающих принципов ЕС. И сейчас страна на волоске от потери права голоса в Евросоюзе. Из-за скандальной судебной реформы, нежелания принимать мигрантов и вырубки леса в заповеднике Беловежская пуща. Брюссель предупредил Варшаву, что готовит санкции и дал на объяснение месяц. До окончания срока остались считанные дни, но в Еврокомиссии заверили, так и не получили каких-либо объяснений. Елена Абрамович, Вадим Свердонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.